здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о спорте причем о спорте таком настоящем мужском давненько мы не говорили о боксе тем более что в этом году 30 лет исполняется люберецкому клубу бокса 20 лет люберецкой федерации бокса то есть 30 плюс 20 уже можно сказать 50 на двоих ну и представляем вам гостей которые участвуют здесь у нас в студии там мастер спорта советского союза то есть мастер спорта ссср по боксу вице президент люберецкой федерации бокса директор люберецкого клуба бокса спартак евгений яковлевич кацнельсон а также человек который выполнил нормативы на мастера спорта россии по боксу молодой еще человек даниэль саркисян здесь у нас в студии также напомню что евгений яковлевич еще и тренер комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского уголюберца в общем все что связано с боксом вы этим но занимаетесь правильно по ним здравствуйте здравствуйте слушайте скажите по выжим прямо как хорошем слове ну вы динозавр бокса потому что ссср еще как относятся молодые спортсмены к этому ну еще кстати мне вот скоро и 60 лет прям исполняется вот буквально но так на днях то это нельзя но сделаем вид чтоб но зато пока еще 50 дней до 1 во первых во первых я сам воспитанник люберец их школа бокса у меня был очень знаменитый здесь в люберцах человек его как бы простонародье и все даже главы вот администрации которые здесь были его называли почетный гражданин и он не правда не присвоил москвич а почетный гражданин города люберец они так его и звали это было щедеркин александр дмитриевич вот который меня воспитывал тоже с детства с 14 лет погну с 13 ну с 13 лет там в конце года я пришел в сентябре вот и такие здесь были как вы сейчас сказали динозавры я пока еще еще не дорос до этих наверно времен ну надеюсь еще дорастут и короче вот это и александр сергеевич сидоров но они к сожалению ушли из жизни вот скоропостижно да там но клад вы скоро люберецкого они очень большой внесли памяти недавно вот вы тоже делали анонс этого турнира памяти александр сергеевич сидорово проходил люберецкая перчатка она правильно была названа люберецкая перчатка потому что это же тоже вот александр сергеевич это первый можно сказать ученик и первый мастер спорта вот александра дмитрий сидеркина совпало последовать там у нас как бы последовать и мало того ты хотелось бы и вот нам воспитать у нас же вы знаете в люберецком районе есть институт физической культуры и спорта малаховки находится и там есть при кафедры тяжелой атлетики есть отделение бокса вот при тяжелой при тяжелой атлетике ну там есть отделение бокса на которые получают специализированное специализированная свою тренерскую стрелю помог за тренер по боксу вот и вот я надеюсь тоже что в этом году даниэль он планирует поступать хорошо может быть он как раз и продолжит наше и прекращается они прекращаются вот давайте мы даниэля тоже подключим к разговору потому что когда мы смотрим бокс то обычно мы наблюдаем борьбу значит титанов ребята на ринге а тренер значит там где-то вот если показать глаза тренера то это отдельные эмоции это пекаться просто отдельно нужно снимать и показывать и нет и кстати в этот момент можно даже не показывает то что на ринге происходит совсем отдельная история даниэль вот скажите вы выполнили нормативы мастера спорта россии по боксу на как мы тут выяснили что вы осталось только получить его правильно ну а там а что входило в нормативы норматив мастера спорта надо было выиграть очень сильный турнир их всего три штуки так на всю россию либо же стать чемпионом россии неплохо да для того чтобы стать мы еще не стали но тоже идем к этому успеху надеюсь станем я у вас есть уверенность в том что все-таки мы но надо забирать надо выиграть эту историю более сейчас не такая хорошая хорошая нас планка а вы знаете с кем вы там будете бы а там очень много людей около 32 человек в одном весе а на всем турниру там будет около 300 400 человек и сколько там боев надо будет скорее всего будет пять боев у всех там как футболь на 8 до 32 на 16 и так до финала но это в зависимости от того если ну мы же надеемся что вы из первого боя то точно не выгляда да то есть надо по и 5 пройти максим до максимума финал тогда хорошо это я так на разные весовые категории да там 13 как идет подготовка ну вот а мы прям мы прям под подряд у нас соревнования за соревнованиями и в промежуток мы конечно готовимся ну и до 3 не ходим до тогда вот ну мы сейчас вы после их сразу идем да я не сразу идем на треировку мы уже готовы сейчас на треировку но звон медали мы слышали еще как вы по лестнице поднимались что за медаль это длине но начнется рома дали с его большая это это у нас от ли беретского ну а для беретской перчатку нас турнир проходит каждый год ежегодно богатый мне было наверное лет двенадцать вот тогда я получал допоминать а сейчас он кстати скопки наследная тебя уже пять лет прошло до 5 лет а вот первыми на лимитских дома 3 4 штуки но с тобой взял только одну да вот и ежегодно боксировали там сейчас там уже боксировать наше молодое поколение который вы там будете их учить вы себе поздно на школу бокса так дальше неплохо подает успехи младший младший на два раза на два года младше меня но это сильно чувствуется все равно младше всегда младше два года до младшей но весит больше меня а весит больше дура весовая категория то есть вам вы можете с ним бокс ну дома боксером ада и дома мы там до боксируем а как же он говорит очень неудобно для него соперник самый неудобный это его брат а там прям что все по-честному когда в этом должны друг друга подаясь немного коня особенно мамин это нравится когда два сына боксирует наоборот дома ругается я знаю конечно не разрешает нельзя этого делать но вот эта медаль у нас джиньки где я выполнил норматив кандидата мастера спорта это было двадцать втором году так следующий следующий далее это у нас турнир островерхово тоже просто проходит ежегодно сейчас он называется единичка ну да это же выиграл два года в афирал там два раза и два раза выиграл насколько вы висите боксеру 57 килограмм а вешать чуть больше от до 57 до 57 до но это легкой до далеков что тренер скажет трюка можно прыгать и сразу ну кстати я в этой весовой категории тоже когда-то боксирую то есть вам это я и знакомы это весовой категории я вот с этой весовой категории никогда всегда был перед больше даже после армии но вот давайте договорим на таки да вот это одна из самых тоже сильных турниров которые медали но это центральный федеральный округ я выиграл в дом круто 23 году получается это было в марте как раз мой день рождения там даже боксировал даже давай да и выиграл то есть это скорее поздравляли на ринге даже написать это же невозможно что на день рождения проиграть надо было всего себя отдать на как последний бой и бой был очень трудно трудный да да хорошо это сам последний турнир и вот где я выполнил норматив мастера спорта россии ухты какой красивый как можно да да конечно но здорово это памяти заслуженного мастера спорта это три заслуженного тренера россии и болгарии никонорова борис николаевича финалист олимпийских игр и многократного чемпиона советского союза и чемпиона европы где красиво сделай да и вот этот турнир много лет уже проходит и я читаю что это еще извините на секундочку отвлекусь что это очень такая вещь что так как все-таки столько дат мы помним этих людей и в спорте это очень важно потому что это и достижение человеческая судьба и это некое такое ну братство что ли до людей которые не важно что они ушли но они по-прежнему с нами и вот тут следующий вопрос в день я кач а как вот мы сейчас видим уже почти мастер спорта без пяти минут да а как приходят то кто куда идти то сейчас вот кто-то смотрит как попасть к вам в школу ну вот как мне вот сейчас папа вспоминала это вот так мы когда только вы после этого бога когда мы с ним увиделись поговорили гайта не помните евгений а когда я в шесть лет привел до шесть лет и вы вы сказали вы сказали так вы хотите чтобы он тренировался или он самого чита это важно и вот я то сейчас уже так ну может не помню досконально он наверно точно вы можете еще помнить вот и у я у него спрашивают ты хочешь или папа хочет и что ответил для отвечать что сам хочу и поэтому я остался занимался а если буду ответила что папа вот так же ему ска вот если бы он ответил во первых шесть лет я не совсем мы берем а вот если бы он ответил я бы сказал вот когда он сам захочет когда я узкая приходите но он когда сказал так уверенно и с таким но это уже для боксера хорошо бы да я бы говорю хочу вот в чем его сила у даниэля его бывает но я мы мастерство подтачиваем вот вот у него у него его уверенность себе ему придает усилу вот он всегда уверен ну я стараюсь все-таки как по-тремельски все таки его чтобы сумму уверенность не переходила его вида тот я возраст такой а он все егать я все выиграю я бы поберу я говорю не надо а какой самый сложный возраст у спортсмена вот которую вы берете с раннего возраста как это 17 18 я думаю да это вот как раз переломный период вы проходит даже не 17 а вот где-то 15-14 лет вы где кажется что в этом возрасте очень тяжело их у них начинается немножко другие когда они уже взрослым получается взрослым они уже знают цели а это еще начинается вот в этом возрасте 15 14 лет сомнения нужно мне это не нужно мне учиться или или это родительском эти это очень хороший вот именно за понимание у нас всегда они могут мы с ними советуемся по некоторым вопросам бокс это это здесь конечно мастерство на еще плюс психология ну да опять же голова надо совместно с родителями потому что они тоже я хоть и с ними много нахожусь времени но они тоже многие мы должны совместными усилиями думать как там а вот вернемся к даниэлю скажите вы вот тогда почему так уверенно на бокс захотели ну ближе футбол с кофе чем ты хоть заниматься нашему с отцом здесь все вы сказали папа я хочу чем-то заняться или он же мы сказал с отцом а еще занимался самбо а одновременно с боксом 100 лет 85 лет самбо в этом году так что тоже видите юбилейного самбо но в итоге уже году 16 я решил что мне нужен на бокс этот вид спорта у меня по душе потому что папа занимается самбо не хочу буду заниматься своим видом спорта да нет просто отец отвез нас тоже на самбо это он не отговаривал потому что я знаю что у самбо свое отношение к боксерам то есть нет он сказал просто выберешь что ты хочешь а скал по бегу бокс мне больше по душе бокс и вот получилось так то что и повез тебя не к простому же тренеру к тренеру известному то есть нашли вас где-то как вас вообще находят люди я в спартаке работаю уже много лет я с 80 я там же говорю воспитанника этой школы и также остался после армии пришел опять вернулся и в но с 86 года уже начал такие даты какие цифры и так одев все ваши медали че не принесли то собой а мои когда надо было то же самое все при мы бы здесь вообще весь стол сейчас уложи и все медали заработанные в качестве тренера а вы кстати приходил богдан приходил к наш лего до 2 до он приходил и снимала у нас очень хороший музей красивый музей и вот мы как раз там пока вот даже мы на даниэль и потренировались даже не все еще медали ты тоже не тут нет бронзовых серебряных 1 грамот 1 20 до вот представляете а если на каждого сколько вы сейчас тренируете человек но у меня во первых еще еще есть тоже его друг товарищ он тоже он год назад выполнен мастер спорта арсуне по 4 и и 3 вот который подходит уже к этому это уже три человека кандидат мастера спорта которые уже так вы фартовый вы фартовый я просто мы трудимся я бы сейчас мы сделаем небольшую небольшую паузу напомню что у нас гостях евгений коснельсон мастер спорта сср по боксу вице-президент люберецкой федерации бокса директор люберецкого клуба бокса спартак и тренер комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского кровлюберца и человек который ну вот только нужно куда-то прийти получить мастера спорта россии по боксу выиграть еще пару первенц да так по ходу дела вот он выполнил нормативы на мастера спорта это даниэль саркисян сейчас делаем небольшую паузу и вернемся и продолжим напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня мы говорим о боксе вот я как-то никогда с боксом не был связан я все по игровым видам спорта но я помню прекрасно как папа садился когда шла трансляция тогда много было знаменитых спортсменов и мы конечно внимательно следили и как-то это захватывало и конечно же были даже знакомые ребята которые на бокс ходили сегодня у нас в гостях люди которые занимаются этим практически профессионально потому что во первых 30 лет люберецкому клубу бокса всего лишь 30 на 30 20 лет люберецкой федерации бокса а в гостях евгений яковлевич кацнельсон мастер спорта ссср по боксу вице-президент люберецкой федерации бокса и директор люберецкого клуба бокса спартак также у нас в гостях человек который выполнил спортсмен выполнил нормативы мастера спорта россии по боксу даниэль саркисян если позволите даниэль вам такой вопрос а вы как будете дальше я так понял что сколько вас живет спортсмен по боксу по я имею ввиду в спорте как действующий находятся до 35 скорее всего лет да прям же можно большие потом деньги же получать когда выходят с этими поясами персональным да там всем же хорошо будет старого тренера как первого вспомним и нового и родители и жена уже будут дети можно будет зарабатывать большие вы хотели бы стать профессионал начал будет любительская карьера вот дай бог дойти до звания вот стать олимпийским чемпионом такая на цель вот вот это здорово вот после этого уже перейти в профессионал вот человек как-то ставит цели а какую цель ставит тренер когда мальчик 6 лет пришел вообще конечно конечно это такой вопрос он как сказать не то что риторически он вообще какой-то глубинный до глубинный вопрос потому что когда приходит мальчик ты еще не знаешь что ты из него вылепишь и совместными конечно с его усилиями потому что мы хотим они до зависят от них ну еще конечно от нас вот тоже как мы будем ему давать это все вот это весь материал который нужен для боксер вот естественно естественно хочется вот какого-то комочка слепить конечно олимпийского чемпиона да но не всегда покупал получается но самое главное вот я считаю клей тренер должен воспитать хорошего порядочного человека мужчину настоящий мужчина боксер это мужчина который должен быть сейчас и женщин ну да ну я не веду что женщина в боксе это да отдельная история но ну я не будем они куда-то это приятно всегда вспоминать о женщина ну пока мы говорим о мужском виде спорта вот так именно вот и говорю вот это очень но и трогательный когда вот за много лет уже своей тренерской карьере тебя даже не то что мастер спорта просто подходит дядя и смотрит а я думаю какой-то он уже он подходит евгения приветствую я вас занимался да я занимался я смотрю думаю ты мне кажется старшимедов я будет вот а помните спасибо 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 и вот эти слова они как бы греет и когда при набираешь новый набор тоже думаю что не зря у тебя идет шесть твоя что вот эти слова благодарности имени мы совместно живут радуемся я я не меньше был рад ну конечно вы же знаете драрина и меньше но мне больше конечно он ну я рад скажи вот бывает такое когда даниэль мы же видим что даниэль в хорошем смысле слова уверенный и человек потому что даже не каждый спортсмен так ведет себя в кадре что тоже хорошо для будущей профессиональной карьеры потому что там нужно но показать себя со всех сторон а когда идет бокс вы вас появляется такое желание да не так вот сейчас бы я вышел бы правильно бы сделал бывает так бывает он даже видит это я очень эмоционально и переживаю мне иногда судьи главный судья замечание делаться ну так ну эмоции переполняет но самое главное сейчас слава богу что сейчас разрешили подсказывать и в эмоции это вы ну может подсказку хода и модель эмоция в пользу идет а потому что тренерская работа очень такая опасная были вот такие три на который в себе все держали и и на месте прям вот было ли это и да и увозили их больницу и футболе тоже такой сейчас не об этом часа даниэль и даниэль и так вот вы уже ну прикинули до олимпийский чемпион но это же надо отказаться от многих радостей жизни вы же сейчас только вступаете это девушки это друзья это какие-то праздники это не зож но я не это делал но вот все в свою жизнь уделяем спорту боксом то есть вы будете исходить из этого то есть здоровый образ жизни конечно да а что у вас с учебой как дела с учебой все отлично на самом деле просто учителя очень довольны то что они пропускают школу очень мало хожу в школу вы просто скажите что вы готовите стал олимпийским чемпионом они просто видимо не понимаешь что придет время когда диска у а я учил олимпийской правда он конечно не всегда приходил ко мне но я учил ее но вы же понимаете что любой вид спорта у нас здесь побывали и представители карате и ушу и дзюдо и саму ну то есть самых разных единоборств это все-таки прежде всего еще философия до философия порядка философия какого-то ну подхода к жизни вот правильно понимаю что вы еще и воспитанием занимаетесь не просто тренер ну как бы покажи результат выжили из тебя кстати в профессиональном спорте так бывает менеджеру вы выжил из тебя все что можно и все ты уже не подходишь он берет следующего а вот любительском и правильном подходе вы же еще воспитываете что вы вкладываете в голову ну вот конечно хотелось бы почему вот я сразу самого как бы начала у нас слава богу здесь есть куда дальше им но все-таки а высшее образование желательно получить вот у нас есть малаховской академии что на что я уже раньше говорил вот и мы тоже планируем дальше продолжать чтобы это не просто как выгодить выжимать а чтобы у парня была и специальность сейчас же тренерская тоже работа на и но некоторые при приносит можно же и в фитнесе тренировать ну там тоже не а вот от все зависит если делаешь профессионально можно заработать и можно заработать и еще получать образование но еще хотелось бы тоже я думаю об этом чтобы их как-то стимулирует чтобы они получали что мне не на шее родителей только как бы тому потому что взрослый парень многие из-за этого и уходит то что не хватает финансовых средств там эти всякие работать надо да вот но мы как-то думаем об этом его тренер должен тоже как-то об этом думать хорошо еще такой вопрос я думаю его всегда задают тренеру и наверно спортсменам но все-таки бокс это вид спорта который как-никак а без поднул скажу такую странное словосочетание бесполезной агрессии дело может не пойти если за медаль надо бороться нужно быть ну таким боеспособным в обычной жизни мы же знаем что настоящий спортсмен не должен пользоваться этим но мы видим в последнее время в новостях да что где-то вот боксеры ведут себя не только боксеры разные представители видов спорта но я имею ввиду единоборств ведут себя довольно странно это нехватки чего воспитания есть какие-то табу что не должен боксер который профессионально занимается боксом идти куда-то и кого-то бить что называется в лицо ведь он же боксер он придет сказать я тут как бы главное но это может быть тоже вот от характера самого этого боксера по характеру но я не раковое бывает бывает конечно это опять же или в каком-то не трезвом состоянии он находится может терять контроль теряет над собой контроль да и забывает вот этика есть когда вы говорите мы только занимаемся этим вот мы не имеем права там человек который вообще но нужно знаешь как-то не занимался когда боксом понимаете раму ну конечно это живу просто попасть это же профессионально каждый что такое бокс это бокс автоматизм доведенной до профессионализма это же на автомате он уже просто бьет точно это это и может упасть не тетя ну это здесь какие-то табу этика что каждый на каждую тренировку вот надо не дать но не на каждую но через тренировка я говорю ребята ни в коем случае не принимайте свои не применять свои способности да только тогда когда это нужно вода не конечно и скажите простите что я прерываю мастера но это такой немаловажный момент потому что мы знаем что такое горячие парни они нас везде в разных странах мира и каждый может тем более в таком возрасте когда я думаю что вы наверно следите тоже за прессой что пишется ну вы же понимаете наверное что нельзя применять это против общего безоруженных держим надо всегда быть держим на везде наоборот разводить за любой вид спорта дисциплина надо быть дисциплинированными все спокойно в любом месте тем более вот если ты спортсмен значит и боксер на улице драка куда вмешаться помешаться наоборот надо как-то их успокоить рассоединить чтобы не было дальнейших травм вот теперь возвращаемся уже к спортивным достижениям бог же это у нас замечательные слова вот этот когда считают там когда нокаут или иногда он как угодно вот вам как больше вообще в каком-то возрасте там же по-разному там же нельзя прям довести чека же бы он отключился на 10 секунд 10 секунд 10 секунд это нокаут считается до до в молодом нельзя же там до 8 секунд если встает то это нокдаун вот и при но все зависит тоже там по правилам соревнований да то есть папа возрасту вот допустим и маленькие ну то есть ребята которые ну 2 на 12 лет этого 12 до 14 лет у них там в раунде один на к один нога иногда иногда он уже снимается постарше там два уже взрослых 3 нокдауна за раунд и снимается в виду явного появится по настоящему все нормально ну естественно когда а вот это нокаут называется вот тогда уже это снимает сразу ведь болельщикам всегда нравится когда лично повержене конечно когда очень сильно вот крови много вот очень сильный трудные поединка нравится же это зрелище нокауты когда падает там ровно вы не звереете когда вот вы понимаете что уже прямо надо вот не появляется вас такое чувство спортивная агрессия вода спортивно называется доноска но вот еще такой важный момент а когда все заканчивается когда вы победили и ваш соперник повержен у вас ну мы понимаем что есть опять же профессиональное шоу где они друг на друга то мне на солдат дружеское отношение пожимаем друг другу удачи там желаем удачи ну и все в принципе желаем удачи да и бывает с друзьями выходим знакомого на же очень много знакомых постоянные турниры ознакомиться и общаемся до соперники друзья а вот когда идет бой вас бывает такое ощущение что вы точно знаете что я все сегодня делаю правильно вот прямо стопроцентно все но я боксирую уже тренер пасказ перерыве да ты делаешь правильно нет но так бывает конечно в третьем ранее думаю что все я сделал все для победы осталось просто боксировать а давай это пропустил удар такое какие ощущения ну по глупости они неприятные конечно ну бывает конечно тоже бокс пропускаешь но так стараешься вернуть все это пропущенное уже в ходе раунда в ходе боя я хочу напомнить что в студии у нас пойдем теперь от младшего к взрослому даниэль саркисян который выполнил нормативы мастера спорта россии по боксу совсем скоро надеюсь может уже и ходить ведь я мастер спорта я мастер спорта бренд чок и дуста и веренье да 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 и все буквально показывает ну а потом лет через не будем говорить сколько будет ходить так с поясом мы будем все радоваться особенно я буду говорить у меня есть интервью с ним было такое дело вот евгений я кличко с нельсон мастер спорта с ссср по боксу вице-президент люберецкой федерации бокса директор люберецкого клуба бокса спартак в школе олимпийского резерва комплексной спортивной он также тренер спасибо вам большое за то что немножечко разбавили наше тяжелое такое время спортом мы желаем вам удачи еще больше медалей но и чтобы все сбылось чтобы все кто нужно были повержены и не пропускать смешных ударов хотя бы да вот это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а